МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24, в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 6 краж, 19 ДТП и 1 угон автомобиля. Чем запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам полиции? Бодрящий напиток во всем мире отмечают в день кофе. Удачный дебют в Ледовом дворце прошла первая домашняя игра хоккейного клуба Саров. Далее расскажем обо всем подробно. Кражи из квартиры садовых участков, драки и административные правонарушения. На минувшей неделе в полицию поступило 14 заявлений о преступлениях. Половина из них раскрыты по горячим следам, в том числе и угон автомобиля. Чем еще запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Прошедшая неделя выдалась у сотрудников полиции относительно спокойной. Самым серьезным делом стал угон автомобиля. Владелец машины марки «Форд Фокус» поставил свой транспорт в гараж и уехал на дачу. Когда мужчина вернулся, автомобиля уже не было. Автомобиль был найден. Был остановлен сожитель его дочери на этом автомобиле, пытаясь пересечь КП номер 3. Всего на прошедшей неделе было зафиксировано около 20 дорожных транспортных происшествий. Одно из них с пострадавшим. 30 сентября около 4 утра на пересечении улиц Победы Александровича столкнулись два такси. Водитель 87-го года рождения, управляя автомашиной «Лада Ларгус», на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь с тростепенной дороги, не уступила дорога автомашине «Лада Ларгус». В результате пассажир одного из автомобилей получил повреждение. После осмотра врачами был отпущен домой. Также на прошлой неделе сотрудники автоинспекции провели профилактическую операцию «Труба», направленную на выявление нетрезвых водителей. «Три водителя были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, и один пассажир был нами направлен с признаками наркотического опьянения на медицинскую свидетельность». На этой неделе в целях профилактики и предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники госавтоинспекции вновь проведут ряд профилактических операций. Саровчан призывают быть внимательнее на дорогах и не нарушать правила дорожного движения. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В Сарове завершился месячник по санитарной очистке. В подготовке города к зиме приняло участие почти 6 тысяч саровчан. Представители различных организаций, неравнодушные горожане, выполнили работы по благоустройству и уборке опавшей листва и мусора. Подробности далее. В разгар рабочего дня, вооружившись мусорными мешками и перчатками, сотрудники городской думы и администрации вышли на субботник. Желающих внести свой вклад в благоустройство города не испугала ни пасмурная погода, ни моросящий дождь. Эта традиция полезна тем, что зачастую люди, приобщаясь к ней, стараются меньше мусорить. Это опять-таки на пользу нашему городу. Все-таки все хотят жить в чистоте, не ругаться на неубранный мусор. Место проведения субботника сотрудники думы и администрации выбрали не случайно. Жители города сетуют на то, что построенные, но не сданные в эксплуатацию дорога к 4-му КПП местами выглядят нелицеприятно. На обочинах и в лесной зоне мусор. Это так кажется, что город убран. А на самом деле, вот смотришь, я уже целый мешок набрала, прошла 10 метров. То есть, на самом деле, грязи много. Наполненные полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми и стеклянными бутылками мешки появлялись на обочинах новой дороги один за другим. Буквально за час собрали несколько десятков мешков с мусором. Чтобы город был чище, потому что есть такие несознательные люди, которые оставляют за собой мусор. Субботник сотрудников думы и администрации стал логическим завершением традиционного месячника по благоустройству. Силами работников предприятий было очищено практически 55 гектаров городских территорий. Коммунальщики вывезли на свалку 74 кубометра мусора. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Слободин. Служба новостей Саров, 24. В следующем году планируют начать строительство высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород. По предварительному проекту в столице Приволжского округа разместят два вокзала ВСМ в аэропорту и в районе Московского вокзала. Еще четыре станции построят в Дзержинске, Кстове, Володарском и Лысковском районах. Доехать от Нижнего Новгорода до столицы можно будет за полтора часа. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для поиска выехала следственно-оперативная группа полиции. В таких случаях в службе спасения стражам правопорядка часто помогают местные жители. В этот раз заблудившихся гребняков нашел житель Жигалова. Саровские легкотлеты завоевали медали на областных соревнованиях. Воспитанники Алексея Колганова и Марина Мачкаевой из спортивной школы ИКАР приняли участие в первенстве Нижегородской области по кроссу. Евгений Иришев и Иван Гавриков стали победителями соревнований. Алексей Павленко занял второе место, Валерия Борисова завоевала бронзу. В общекомандном зачете наши спортсмены стали четвертыми среди 13 команд. Каждый год 1 октября в нашей стране отмечается День пожилого человека. В честь этого праздника в Центре культуры и досуга прошел концерт с участием солистов и коллективов города. Гости вечера услышали песни и музыкальные композиции самых различных жанров. От известных народных до классических. Подробнее о концерте расскажем в следующем репортаже. Некоторые из этих юных артистов в красочных русских народных костюмах совсем скоро впервые в жизни выйдут на большую сцену. Самым младшим участникам фольклорного ансамбля «Забава» недавно исполнилось три года. Занимаясь в коллективе народной песни «Забава» ребята узнают много нового о костюмах, особенностях быта и жизни наших прабабушек и прадедушек. В свои 9 лет Лида Карпунина уже хорошо знает, что эти красивые платья и головные уборы – результат кропотливой ручной работы и часть культуры русского народа. Здесь можно красиво петь и красиво двигаться, одевать красивые наряды. В то время как воспитанники коллектива «Забава» только делают свои первые шаги на большой сцене, скрипач Александр Горбушкин уже всерьез задумывается о том, чтобы связать с музыкой свою жизнь. Параллельно с занятиями скрипкой в родном Сарове Саша посещает Московскую музыкальную школу при колледже имени Шопена. Единственный инструмент, который идеально передает человеческий голос, это как живое существо. Там даже в нем душа есть внутри, такая палочка. Она создает звук. Если палочки не будет, то скрипка не будет звучать. Полный зал зрителей, аплодисменты и слова поздравления. Вечер ко дню пожилого человека выдался по-домашнему теплым и по-сеннему праздничным. Кофе – один из самых популярных горячих напитков. Он помогает взбодриться ранним утром или согреться холодным вечером. Ежегодно в первых числах октября профессиональные баристы и поклонники этого напитка отмечают Международный день кофе. Кофе – один из самых популярных и древних напитков. Миллионы людей начинают свое утро с чашечки эспрессо или капучино, заряжаясь энергией и бодростью на весь день. Долгое время у этого напитка не было единого официального праздника. Например, в Италии день кофе отмечают 17 апреля, в Швейцарии – 16 мая, а в Бразилии – 24. И только в 2015 году Международная кофейная организация объявила 1 октября Международным днем кофе. «Открытие кофе относится примерно к 850 году нашей эры. Но тогда его употребление сильно отличалось от привычного нам. Лишь многие столетия спустя его начали обжаривать, сушить, изготавливать новые сорта». В нашей стране традицию пить кофе связывают с именем императора Петра I. Пристрастившись к этому напитку в Голландии, он вел его в обычаи на своих ассамблеях. Первые настоящие кофейни в России появились после Отечественной войны 1812 года. Русские офицеры во время пребывания во Франции обзавелись привычкой пить кофе и уже не могли отказаться от нее, вернувшись на родину. Сейчас известно более 240 видов кофейных деревьев, растущих в 65 странах мира. А сколько придуманных кофейных рецептов, точно не скажет никто. Одним из них поделился с нами бариста «Кофейни Прайм» Илья Волков. «Сначала мы кладем мед в стакан, заполняем нижний уровень. Дальше можно добавить немного корицы по вкусу. Далее заливаем кофе. Сверху можно украсить взбитыми сливками. Этот полезный и вкусный напиток особенно актуален в осенние холода. Он подарит вам заряд бодрости и хорошее настроение на целый день». Саровская дружина одержала первую домашнюю победу в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги. Наши спортсмены принимали хоккейный клуб «Рязань». Игра выдалась богатой на моменты и заброшенной шайбы. Итог игры – 4-1 в пользу саровских хоккеистов. Уже в первом периоде саровская дружина сумела распечатать ворота хоккейного клуба «Рязань». После этого красный свет еще трижды зажигался за воротами гостей. А уже в начале третьей 20-ти минутки гости забросили ответную шайбу. «Откровенно говоря, соперник сегодня был побыстрее нас, помобильней. К сожалению, при счете 0-1 после первого периода мы имели определенные шансы зацепиться за игру. Но две грубейшие ошибки, которые мы допустили во втором периоде, привели к счету 3-0. Ну а дальше соперник уже играл по счету». Саровские спортсмены уверяют, что эта победа только начало. И несмотря на то, что преимущество было у наших ребят, тренеру хоккейного клуба «Саров» Игорю Аверкину понравилась игра соперника. «Команда «Рязань» мне понравилась. Быстрая команда. Достаточно много нам проблем создавала. Но все равно, я думаю, мы заслуженно победили и контролировали игру». Не сомневался в победе родной команды и защитник хоккейного клуба «Саров» Андрей Ермаков. Молодой человек рассказывает, что ранее они уже встречались с «Рязанью». И, как правило, эти игры приносили победу в копилку нашей команды. «Уже какой-то задел морально у нас был перед игрой. И мы этим воспользовались и выиграли игру». «Замечательно играют. Я просто рад такой игре. Просто приятно посмотреть на них». «Весело играют затором для зрителей». «Желаю не забавлять темп, играть в том же духе». Спортсмены хоккейного клуба «Саров» и дальше рассчитывают побеждать в ледовых баталиях. Впереди их ждут сложные игры. Ирина Вашегородцева, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Также все актуальные информации на сайте «Саров-24.ру». В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин